всем привет дорогие друзья вы на канале кулинарная тема и сегодня у нас будет такой влог мы находимся в городе бишкеке сегодня погода ясно вчера шел дождь так что сейчас поедем куда нибудь прокатимся посмотрим в горы съездим обязательно также смотрите будет интересно но перед просмотром ролика не забудьте поставить лайкосик подписаться на канал кто этого еще не сделал ну и конечно же поделитесь ссылкой с друзьями а мы начинаем ребят сейчас едем на раму в горы посмотрим на бишкек сверху невооруженным взглядом пока солнце вооруженный взгляд в общем там уже включим сейчас немножко дорогу поснимаем потому что колорит интересно здесь во первых солнце светит на улице почти 19 плюс сегодня 27 марта ребят сейчас едем с водителем на смотровую площадку как вас зовут мне зовут милис милис вы всю жизнь и живете ну здесь я делаю таскать я сам что сошел сушку области на стану один жирской да да я живу 15 лет где-то 15 лет нравится как это место называется алача алача там отдыхать то там все парк парке ставлю озеро да вот я вот и речка есть большая пулька обычно туда отдыхать алачичку сели называется и там прям в горы почему у вас высотных зданий так мало высотных зданий почему так мало мало только теперь устроится вот старые дома вот видите вот это уже новое 10 15 лет там все Субтитры подогнал «Симон» Ребят, приехали мы на смотровую площадку, на панораму Вот так вот можно посмотреть на город, но вид, конечно, такой Наверное, ночью даже будет посимпатичнее выглядеть, когда будут огоньки гореть Решили мы не ехать на флаг, в общем, посмотрели мы панораму Вот он, флаг, вот он тоже сам Вот, 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 видно, вот он флаг В общем, туда мы не поедем, а поедем в центр города Посмотрим на памятники, всякие достопримечательности Ну и как раз немножко поснимаем, пока едем Пойдите, пойдите Итак, друзья, доехали мы до центральной площади Вот так вот она выглядит Такое огромное место просто Наверное, размером с Красную площадь Здесь вот памятник Ну, я, правда, не знаю, кто это Если вы знаете, ребят, напишите в комментариях И вот кыргызский флаг Ну что, сейчас будем двигаться дальше Посмотрим куда-нибудь, может быть, еще заедем Ты знаешь, кто это такой? Нет Манас Манас? Да, Манас Национальный герой Манас великодушный Сейчас сделаем пару фоточек На фоне флага, на фоне Манаса С погодой сегодня вообще нам повезло Отличная погода Ветерок такой легкий И солнышко Вот, смотрите, ребят Здесь караул стоит около флага Винтовки Все как положено Большой флаг Ребят, сейчас едем мы в Аларчинское ущелье Там такой горный парк Там кафе есть Отели есть В общем, посмотрим Интересное место Ну и дорогу немножко поснимаем Горная, там будет дорога, да? Да, дорога тоже Леса А там какой лес? Какие деревья? Это Хвойный? Ёлка Ёлки Хвойный Хвойный лес, в общем, горы Арча Так что посмотрим Будет интересно, я думаю Не забывайте, ребят Лайкосик поставить Субтитры сделал DimaTorzok Прямо получается резиденция Дальше, да? Да, хорошее место тут у него Красивое Вообще большая Там металл, не знаю Вот они в Атлесской области там Заранее приходят Даже вот Урюк Еще Сбелый лес Прямо на месте покупают И сами сущие Так, вот мы заехали уже В этот парк Здесь шлагбаумы Получается С одной машины С легковой 500 сон Да, дорога такая Оставляет желать лучшего Главное то, шлагбаумы Нормальная дорога А после уже Видимо, надо наверх смотреть, да? На горы, а не вниз Короче Ты кто? Горный козел стоит, да? Да Прохладненько здесь Ветер дует 13 градусов Но Виды, конечно Обалденные Самая максимальная точка Это 4770 Больше вроде бы нету Ну, очень круто Атмосфера, конечно Вообще Еще здесь снег лежит Ну, уже почти растаял В некоторых местах Да, с городом, конечно Разница большая По температуре Но воздухом, конечно Надышаться Это Невозможно Вот посмотрите, ребят Вот такая вот горная река Течет Очень такая шумная Солнце какое огромное Смотри Через телефон Большое Вообще солнце Прохладно Курточки Мы не взяли Сейчас быстрее Пойдем Значит, чтобы согреться Ух Идем Идем Да, город Смотреть, конечно Можно Ну, вот Мы в центр заехали Посмотрели Эту площадь Но Вся атмосфера, ребят Это вот здесь Вот реально Алла Арча Называется Типа это, наверное Как курортная зона Какая-то Вот Ну, очень круто Реально Воздух Шикарный Виды Шикарные В общем Очень круто Идем мы дальше Да, ребят Вот летом Наверное Здесь вообще Кайф Когда в городе Они говорят У них летом Здесь Плюс 40 Градусов 35-40 Градусов Летом А вот здесь Наверное С этим ветерком Прохладным Вообще Кайфово Небольшой мостик На горную реку Сейчас посмотрим Поближе Ну, такой он Сделан из палок Конечно Но я надеюсь Я не провалюсь О! О! Посмотрите, ребят Ладно Еще мост Невысоко Висит Проход По нему Конечно Такой Экстремальный Вот и дошли Мы до этого Озера Небольшого Но вода Здесь прям Чистейшая Похожа Да, смотри Прям голубые Эти А вон Ледник Да, наверху Вот там На самой Самой Горелой Вот это, видимо Водопад Который Течет Ну что, друзья Вот на таком вот виде Мы отсюда уезжаем Красиво, конечно Но холодно Надо одеться Было одеться Одеться, конечно Да Ну, кто же знал Мы же первый раз Летом здесь будет вообще Шикардос Летом вообще Шикардос Да Еще прохладный ветер Вот этот Горный воздух Здесь, смотрите Дорога залита И тут в обход Есть такой Небольшой Каменный мостик По которому Надо прыгать Оп Вот местный отель Ребят Вот такие вот цены Все в салоне Территории Да Действительно Воздухом горным Попросили мы Администратора Показать нам номер Получается Холодильник С двумя кроватями Одельник Да Терраса Теплый пол Теленис 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 Холодильник Вай-фай Терраса С таким видом Ну что, лет горячемо, да? Все есть Все есть Выходишь на террасу И вот такой вот вид Ну что, ребят Спустились мы с гор Заехали в ресторан Дуэт Ресторан турецкой кухни Сказали, что славятся кебабами Да Славятся кебабами Будем пробовать кебаб Сейчас посмотрим меню Я думаю, что такой формат тоже будет интересен Местная кухня Сколько что стоит Вот, допустим Рулет из маринованных виноградных листьев Это типа долмы Пять штук Двести шестьдесят сом Один доллар Восемьдесят четыре, по-моему, сегодня Сома У нас семь с семь Ну вот, надо как-то считать Для простоты Можно считать, что так же Но на самом деле будет дешевле А потом будет приятный бонус Особенно в конце поездки Да Заказали сразу турецкий кофе Сбодриться Да А то соскучились мы по кофе уже Вот такая вот маленькая чашечка Турецкий кофе Шестьдесят миллилитров Сто двадцать сом Ну, где-то сто рублей Да, сто Может быть сто пять рублей Вот еще салатики По сто семьдесят пять сом Двести десять сом Шак шука Баклажан, перец, помидоры, кабачки, чеснок, томатный соус Да, мы вчера в отеле кушали Там были помидоры Вкусные помидоры местные, видимо Поэтому я хочу взять что-нибудь с помидорами Да, помидоры-то мне тоже понравились Они такие, ну, не пластиковые, как у нас Хотя сейчас даже и не сезон, на самом деле За прекрасное место, которое мы сегодня видели За красивое Место, конечно, исключительное Алла Арча, напомнил Алла Арча Алла Арча Давайте за Алла Арча Давайте Мержимек Чечевица, картофель, морковь, лук, чеснок Вот такой вот суп А, уже пошли супы Вот он, знаменитый Донер Донер такой есть Как шаурма завернутый Есть на тарелке Донер с рисом Тоже на тарелке Стоимость 310 сом И за 500 грамм И за 500 грамм 450 сом Вот Искандер Кебад Это уже такой в томатном соусе с помидорами 470 сом Это уже, наверное, большую компанию 2 700 сом, да, 2 килограмма Филе ягненка, овощи на гриле 480 сом Терзола 470 Блохмаджун Тонкораскатное тесто с фаршем и овощами Вот это тоже турецкое блюдо Блохмаджун Хлеб Надутый, смотри Да Как эти плюшки Ага Три штуки 60 сом Да Баклава Здесь уже сладкие десерты пошли Баклава Но это типа пахлавы, да? Ну да Пахлава Пахлава Фисташки Классическая Фисташковая Сладкий десерт из тыквы с ореховым маслом Ох ты, милая Да В общем, ребят, заказали мы несколько блюд Ассорти кебабов Это чтобы сразу все попробовать По чуть-чуть Несколько салатиков Такие как намазки Аджика какая-то И какой-то из сузьмы Это как кисломолочка И местный хлеб Такой надувной И сейчас я вам покажу Интересно выглядит Будем сейчас все пробовать Ну вот Принесли нам уже хлебушек Вот посмотрите Вот так он выглядит Внутри он пустой получается Такой надутый Интересно очень выглядит И вот салатики Вот этот сузьма Который кисломолочный И остренький Типа аджики Такой вот тоже красивый Ооо Сразу баранины Как запахло Пока мы тут Разбираемся С проводами С аппаратурой Да Нам уже принесли Ассорти из кебабов Вот так вот выглядит Очень аппетитно Ребят И очень вкусно пахнет Здесь получается На гарнир Рис с лапшой Какой-то Пиде И мяско Сразу можно попробовать Все виды кебабов Шаурмишка Собрать Острый соус Этот нет? Ну такой Остороженький Кебаби Скажу Действительно Я такой не пробовал Еще Вкусный Пробуем Отлично Салават с местом Так что можно есть лук Да Лучком будет еще вкуснее Вкусняшка Я тебе скажу Этот соус вообще Отличный Да Кстати Так же надо С кости отрезать Да А нам пополам Поделить Вот этот вот Кисломолочный Попробовать Перзола Пробуем перзола Перзола Ничего не надо Никаких соусов Но вот это барашек Отменно просто Вообще Очень вкусно Место действительно Такое заведение Хорошее Не зря нам местные ребята Посоветовали Да Мы познакомились с местными ребятами Они Первым делом По-моему Рекомендовали Да Дуэт Киевский Действительно Сказали правду Очень свежий вкус Вот у этого Прям Обалденно Такое как Каджичка Домашняя Прикольно Такая вкусная котлета Или мы в этом Алла-Арчат Догулялись На кислороде Такой аппетит Или просто на самом деле Все очень вкусно Такой треугольничек Получился Хочпочмак Гавида Гавиадина Тоже Скажу тебе Вкусная Действительно Сочетание Вот этого Красного И белого Соуса Обалдяного Да Кстати Откуда знаешь Очень вкусный Прям Насыщенный Вкус мяса Действительно Нам местный Входал водитель Такси Что Был в Казани У нас И пробовал мясо Оно какое-то Не такое Даже свое Возит Пустое В гостинце Да Вместо гостинцев Вместо сладостей Возит мясо Свое Отсюда Своим землякам Холодные заморозки Говорит Там за 3-4 часа Ничего с ним не случается Действительно Пастбище Другие Горные Тут Поэтому Трава сочная Да Сейчас же ехали Видели Показывал Я говорю Там Коровы гуляют Сами по себе И кони И кони Да Попробуем Хлебушка Посмотрите Какой он надутый Ребят И стенки У него Даже миллиметра Толщиной Нет Это вообще Я пробую Пиде Кстати Приятная штучка Такая Пиде Похоже Чем-то На Наш Костыбый Такая Она пустая Это Перепечь Наверное Да Как Удмор Ну Не Знаешь Тесто Толсто Перепечет Все Напоминает Да У них Тесто Батул Я еще Знаешь Что видел Турки Как делают Они Вот это Вот Пиде Они Тесто Прям Прямо Мешают Месяц С фаршем Перемешивают И Выпекают Вот эти Лепешки Там есть Такое меню Да Да Хлеб Вообще Отгон Ребят Очень вкусно Сейчас Попросились Ребят На Кухню Поснимать Как Готовят Кебаб Держим Крестики Да Держим Крестики Вот я тоже Держу Официантка Сказала Сейчас Пойдет Уточнит Так что Может И пусть На кухню Не знаю Сейчас Посмотрим Все таки Кухни Других Народов Попробовать Дорогого Стоит Да Я вообще Хотел бы Была бы Возможность Есть Финансовая Остаток Жизни Не в одном Месяце Прожить А По всему Миру По месяцу Где-то Месяц Там Месяц Там Месяц Там Жара Надоел Снег Снег Надоел Жару Ну Это Кайф Было бы Конечно Но Для этого Нужно Как минимум Игорь Тебе Миллион Подписчиков И все А так Хотя бы 500 лайкосиков Да С кухни Нас Немножко Побрели Сказали На кухне Снимать Нельзя Сказали Мы еще Одно Блюдо Выглядит Оно Вот Так Вот Это Такой Кебаб Получается Он С сыром С овощами И запеченный В лаваше Опять подается Смотрите С рисом С перчиком На гриле Помидорчики Выглядит аппетитно И пахнет Тоже Очень вкусно Давай Девушки Кушай Кушай Пробуем Мне кажется Даже Можно Его руками Нападать Ооо Искандер Вызывается Кстати Нет Искандер Это По-моему В томатном Соусе В меню Посмотрим Скорая Шала Также Назад Нет Правда Это Называется ФРН Бейти Мясо Ягненка И телятина Сыр овощей На гриле Булу Булу Гор Рис Тант Лаваш Андер Лаваш Сливочное Масло А Искандер Другое Пока я держал Сок Он на тарелку Накапал Полгидра Да Так что Не будем Долго ждать Очень Да Очень сочно Но все Баранина Во вкусе Преобладает Да Барашка Оттенок Вот этот Ну я люблю Барашка Я тоже Люблю Да Просто Кто Любит Другое Мясо Бараник Кебаб Есть Бараник Кебаб Но Вкусный Приятный Вкус бараник Не воничий Не Абсолютно Не Хотя Как это Объяснить Людям Те Кто Не любит Барань Вообще Это как Мне Объясняли Что Говорен Лук Кусный Да Да Помидоры Еще раз Да Про них Можно отдельно сказать Очень вкусные Если эти помидоры Тепличные То что же тогда За помидоры У них Грунтовые Интересные Да Вообще Мясо Наверное Просто Мясистое Прям настоящий Вкус Помидоров Надо будет Ребятам Сказать Спасибо За рекомендацию Да Турецкий Черный Чай Шаббат Абас Сегодня Суббота Поэтому Шаббат Эх А что Мы соус Забыли Кебабу Соус 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 Какой-то тоже Как айран Что ли Такой Кисломолочный Соус Похоже Интересный Сочетание Он только Подчеркивает Вкус Да Нисколько Не мешает После Такого Сытного Обеда Ну По нашему Времени Обед По местному Ужин Можно Мне кажется В гору Жить Без остановок Даже Нужно Тысячи на четыре Подняться И обратно Ну Мы сегодня Прошли На самом деле До озера Ну Вот Сколько Простояния Километр Да Ну Написано Было У меня На телефоне Это Пять тысяч Девятьсот Шагов Туда Обратно Ну Это Где-то Километра Четыре Наверное Да В километрах Если Три тысячи Шагов Три тысячи Обратно Ну Грубой Три тысячи Метров Может Около Трех Да Ну Все В гору В гору Подъемчик Какой И с каждым Метром Все Холоднее И холоднее Становится Ну Кисло Одну Воздух Конечно Кстати Зильный У них Правильно Говорят Они Что Здесь Вроде Как Лучший По кебабам Бешкеки В СНГ В СНГ Даже Лучший Какой Кебаб Вообще Не пробовал Один Самый Лучший Говорят По СНГ Он И по Структуре Своей Как и Должен Быть Потому Что В основном Кебаб Как Колбасный Фарш Такой Жесткий Особенно На Продажу Вот Это Кебаб Очень Даже Вкусный Это Кулинарная Тема Не может Просто Не оставить Свой след На Бешкекской Земле Он Сделал Соус Добавил Вот Этого В тот Который Был Будем Пробовать Это Лучшее Что Я Пробовал В своей Жизни На самом Биле Кстати Прикольно Кислинг С овощами Кислинг Это Другой Это Другой Это Третий На Прикольно Получилось Даже Интереснее Чем В оригинале Сегодня Ехали На такси У него Семер Детей Семеро Причем Разбег По годам Двадцать Три Года Получается Один Девяностого Первый 2013 23 года Семеро Ё-моё Да Ну Если честно Вот Вала Арчу Желание Пеш Наиме Вернуться Сегодня Однодневный Такой ролик У нас Получился Съездили Туда Сюда Покушали Показали В общем Мини Выпуск Из Бишкека Такой Влоговый Выпуск Кстати Напишите В комментариях Ребят Как вам Влоги Может Уже И влоги Снимать Можно Нет Но Кто еще не подписан На канал Обязательно Подпишитесь Поставьте лайк Осик За наши Труды Ну И сами Впервые Посмотрели Да Очень Вам Показали Такие горы Люди Местность Люди Очень Приветливые Вообще Куда Не зайти В любое Место Очень Приветливые Люди Хорошо Прям Признает Ну Кунак Гость Гость Оголите Посланник Аллаха Как в горле Кость Нет Посланник Мы не такие Ну да Ну ладно Ребят Всем пока Алейкум Ассалям